Пожарно-спасательный спорта К забегу готовится Владимир Данилин Ученик 9 класса в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту участвует в третий раз Но уже есть чем похвастать В прошлый раз он занял второе место Сейчас в планах результат как минимум повторить Для этого, говорит, тренировался каждый день Бегал полосу, по которой мы сегодня побежим Забор часто делал, чтобы... Там на него больше всего времени занимает, по сути Ну и разветвление Тренировки были не зря Владимир уверенно вырывается вперед Как минимум на целый корпус, обгоняя соперников Стену он преодолевает за секунду Но вот с рукавами случается неприятность При развертывании они попали на полосу соперника Который наступил на них Умышленно или нет, это уже решать судьям Тем не менее, свое лидерство в забеге Владимир потерял Хорошо еще это первое из двух попыток Досадует спортсмен Будет еще четыре личных старта Следом командные Команды соревнований всегда тяжелее Команда должна быть сплоченная Сработанная Потому что от результата одного человека Зависит результат всей команды Личные соревнования Это сто метровки То есть человек как бы за себя отвечает Но команды соревнований всегда сложнее В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту Участвуют 15 команд Две городские, остальные с области Соревнования посвящены памяти Михаила Шабурова Он долгое время возглавлял региональную пожарную охрану После пять лет о региональное отделение ВДПО Сам Шабуров родился и вырос в Клепяковском районе Видимо, поэтому областная команда уже третий год становится чемпионом Правда, остальные тоже сил не жалеют Все элементы этого спорта Они связаны с непосредственной деятельностью пожарных и спасателей Поэтому, наверное, все знают, что Сама работа пожарного Она требует больших физических данных, скажем так, и усилий Поэтому, конечно, тяжело физически выполнять некоторые упражнения Но они необходимы именно для работы пожарного или спасателя Конечно, некоторые поблажки школьникам есть Час снарядов облегченная Да и полусу препятствий преодолевают не в защитной экипировке В остальном же нормативы те же, что и для профессиональных спасателей В МЧС рассказали, что часть ребят, которые сейчас увлекаются пожарно-спасательным спортом Обычно выбирают службу в ведомстве Процент небольшой, зато приходят служить настоящие профи Те дети, которые здесь в Рязани и которые заинтересовались И у них хорошие показатели по спорту Конечно, мы их берем Потом и всяческое содействие оказываем для поступления в наше уже высшее учебное заведение Соревнования по пожарно-спасательному спорту отборочные Из 15 команд и 11 спортсменов в личном зачете выберут лучших Которые и представит регион на всероссийской арене Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город